то есть я прям ощущал как у меня отдельно правая часть тела существует и отдельно левая это было настолько ярко настолько отчетливо правая часть она как будто какая-то грязная что в ней что-то какие-то страхи и доверия в том числе к тебе и слева я чувствовал абсолютную ясность чистоту такое ощущение что вот эта субличность или даже это нечто большее чем субличность это было нечто святое как будто свет такой прям не ощущение что я становлюсь просто нечто больше чем и по и правая и левая часть что это только некие части ниже уровнем по иерархии некой иерархии ты раздавал состояние была прямая передача темнота полнейшая вот просто вообще бездна ну и просто вот такой образ как это не буквы и не слова даже не могу объяснить да как это просто вот так вот я бог по-моему 11 вот я вспоминал если не ошибаюсь на то есть первый раз я пришел к тебе на мучение одиннадцать лет назад начал заниматься бросил опять начинал бросал начинал бросал ну так не шкивало лет пять пока не поехал на первый ретрит после этого все началось жизнь началась ну вообще каждый конечно ретрит особенно по-своему как маленькая отдельную жизнь проживается но этот ретрит особенно был тем что мы его очень быстро начали то есть обычно все таки ретрит как-то начинался плавно и более менее да и по нарастающей процессы развивались шли так мощно концу уже но обычно а тут все быстро сразу началось сразу то есть начались такие процессы которые потом надо было статус уже принудительно на предыдущие ретриты я как обычно ставил все планы как бы надеялся там что-то планировал там откладывал и так далее и все это до происходило тяжело то есть перед ретритом постоянно там либо какие-то болезни либо что-то на работе либо в семье то есть любые препятствия какие возможного они вот на моем пути к ретриту происходили в этот ретрит я его когда услышал что он будет это для себя просто чик я бы поехал ну я уже знаю вот эти все нюансы такой думаю я не буду специально платить заранее я не буду планировать просто так поеду может быть и все и уже перед ретритом я посмотрел у меня все получается работе в семье все я просто быстро заплатил и поехал и все получилось очень легко особых ожиданий не было потому что я знаю что чего бы то ни ожидал на ретрите будет происходить все немножко по-другому обычно реальность она круче чем какие-то ожидания я особо ничего не ожидал единственное я ехал такая была мини цель как бы ну не цель намерение такое было проработать тему с отношениями с людьми и я ехал за состояние потому что когда долго без ретрита даже каждодневная практика она не дает такого состояния глубокого мощного и я знаю что это на ретрите можно получить поэтому прежде всего я как бы для себя ехал за состоянием какие проработки там будут как бы я ехал какие начнутся такие и будем прорабатывать если что-то вообще будет с первого дня началось веселье какой-то кураж даже причем это как-то на фоне практики то есть первого дня мне казалось что и практика идет очень круто мощно то есть я там ловил состояние были какие-то чувствительные моменты чувствовал себя тело расслаблялось классно ну и в то же время мы с ребятами с некоторыми в частности конечно же с димой другом коллегой начали выпивать казалось бы в жизни у меня нет таких проблем с алкоголь я спокойно есть праздник выпил на праздника ну то есть вообще никаких проблем я даже не мысли не может у меня все таки есть какая-то проблема с этим мы начали выпивать выпивали очень хорошо и весело и порой даже на обеде где-то вроде бы немного но там чуть-чуть тут чуть-чуть и как бы обычных вечера у нас начиналось какой-то прям не ретрит а это праздник дискотека все что угодно и наверное где-то к третьему дню их я понял что все я начинаю куда-то улетать то есть я уже практика пошла на спад то есть если первые там день-два казалось что и практика растет и состояние были такие хорошие на фоне вот этих первых алкогольных там выпиваний то потом практика пошла на спад и но я при этом не прекратил пить то есть мы продолжали ну как-то было весело и появилась такая затуманенность такое отупление ну как бы непонимание происходящего то есть я стал реально забывать куда я приехал зачем то есть вот такого и какой-то момент спасибо тебе отрезвил и ну я стал понимать что я не туда такая дорожка очень скользко то есть я как будто на нее встал покатился как по льду и уже докатясь там до какого-то состояния я только тогда понял что произошло вообще я два дня не пили мне во первых не хотелось уже во вторых я понимал что надо прокачивать состояние практику ретрит закончится я здесь что и проект практика слова пошла в гору на какой-то там пятый примерный день у меня был мощный он такой выброс эмоций эмоциональный то есть в одну из практик я почувствовал как раз работали со средним центром с эмоциями с личностью ну и вот у меня вылезла такая мощная такая внутренняя боль обида угнетенность жалость к себе это такой скоб каких-то прям чувств таких мощных и я ощущал и на физическом уровне то есть это как будто прям как плита здесь лежала груди это угнетенное такое состояние я никому не нужен меня все бросили ну и все такое что не какие-то воспоминания даже с детства откуда-то еще какие-то нюансы ну я дал этому быть то есть я прям в медитации просто я понимаю что у меня выход эмоции я начинаю плакать у меня даже как истерика это началась я просто позволил этому происходить я вдоволь наплакал c потом еще вышли после медитации не захотелось крикнуть я крикнул мощно так еще вот состояние много спала снизилась ну и после этого у меня практика прям вообще покажу то есть прям совсем все другое вот эти два дня которые не пили то есть мне не хотелось на желание кто-то наливал рядом я понимал что я прям перебрал там и мне не хочется а на третий день ну то есть это был шестой день по-моему я так вечером думаю ну как-то надо же это доработать не зря же мы начали и по моему вечером за ужином я налил бокал вина я понял что я хочу его вот я хочу выпить вина просто я выпил один бокал и еще где-то половину примерно и все то есть я заметил что я так стал тонко чувствовать во-первых вкус тоньше во вторых и стал более тоньше ощущать себя до свои желания хочет ли мой организм вообще пить не хочет то есть если хочет то вот я выпил я понимаю что все мне прям внутри как бы говорят все больше не надо больше нет желания нет потребности это было очень круто то есть как будто я прервал вот этот туда некую привычку вот эту программу которая была где-то во мне вот как у дима тоже рассказывал мне понравилось прям это тоже про меня вот когда куда-то уезжаешь из дома часто включается программа такая что ты на отдыхе то есть вроде бы и пить не надо и как бы мероприятия не про веселье прежде всего но вот эта программа некая вот я уехал куда-то далеко и вот мне надо вот почему-то повеселиться до оторваться там конечно это все связано с алкоголем почему-то я вот прям заметил эту программу то есть мне это вроде бы не надо вот эта программа она просто влияет и ты как бы вот катишься по ней как по сценарию это было классно в этом плане то есть я прям почувствовал как вот этого проработка прошла уже к середине ретрита и дальше вот в принципе все дни бокал я просто больше внимания направлял на этот процесс бокал 2 и я понимаю я не хочу все ну примерно так же как с едой то есть я кушаю я понимаю что еда еще есть вот она как бы организм хочет он насытился то же самое свиного произошло это было очень классно классная проработка следующие моменты которые происходили в ретрите меня была такая такая проблемка это цепление к людям то есть в любых отношениях каких-то я цеплялся к человеку то есть неважно вдруг где-то там на работе кто-то жена и не казалось что я не могу без этого человека что это вот как часть меня часть некой семьи и внутренне я переживал сильно то есть была какая-то ревность порой даже сильно очень ревность и она показывала вот этого цепляния держание какого-то человека и на этом ретрите это тоже процесс мощного проработался я разложил чувства определенным людям и это в медитацию не произошло то есть до этого не было так что я к человеку что-то испытываю я как бы особо не понимал что то есть мои чувства были как некий комок такой смешанный из всего вот как пластилин разноцветный например дал и вот этот комок я испытывал человеку но толком непонятно было что я испытываю здесь на ретрите вот эти комки стали как бы разъединяться не стали дифференцировать я стал чувствовать что вот я к этому человеку например испытываю симпатию там какую-то ревность отдельно например чувство спасатели могут где-то включаются что не хочется спасти этого человека помочь ему и так далее спектр чувств например расширился людям я стал гораздо лучше понимать свои отношения с людьми и с тобой в том числе да вот то же самое происходило на протяжении всего ретрита когда до этого у меня были какой было кто-то недоверие с одной стороны какая-то вот тяга к тебе любовь ну такая да то есть я понимал что ты мой учитель и по плодам судите плоды были всегда мощные я это понимал с другой стороны где-то как будто сидела какая-то вот червоточинка я не мог никак разобраться и как мог разлепить это чтобы понять а вообще что происходит да вот почему у меня вот такие вот чувства то туда то сюда и на ретрите это прям классно произошло то есть я прям разъединил это и какой-то момент я прям осознал то есть что какие чувства какие чувства к тебе у меня но это все происходило еще на фоне другого процесса на шестой или седьмой день ретрита я почувствовал медитации как у меня на физическом уровне вот я почувствовал разделение тела у меня происходили раньше такие феномены в этот ретрит они прямо очень яркими то есть я прям ощущал как у меня отдельно правая часть тела существует и отдельно левая это было настолько ярко отчетливо и дальше когда я стал это все наблюдать не такое ощущение появилось что вот правая часть она как будто какая-то грязная что в ней что-то какие-то страхи и недоверие в том числе к тебе что-то еще ну то есть это вот как некая такая субличность такая вот боязненная с какими-то проблемами угнетенная там и так далее и слева я чувствовал абсолютную ясность чистоту такое ощущение что вот эта субличность или даже это нечто большее чем субличность это было нечто святое как будто свет такой прям я когда это вот увидел все меня прям как озарение какое-то произошло то есть я стал понимать что какая-то часть моей личности ну или субличность вот это в ней есть страхи есть недоверие есть еще что-то и это все влияет в отношениях вообще с людьми в целом жизни в частности да с тобой с практикой то есть вот эта часть субличности она боится состояния на боится перемен то есть я это прям почувствовал очень мощно боится боится утухнуть затухнуть исчезли умереть и наоборот когда я внимание переводил сюда просто даже в левую часть тела где наоборот были ощущения очень мощные того что все я в практике я как все здорово то есть какое у меня состояние какие процессы идут это разделение было очень классно мощный но отношение к тебе не сначала еще поменялось когда у меня был выброс этот эмоциональный выброс после медитации после этого такое впечатление что я был как ребенок я тогда себя ощутил ребенком но это немножко другой процесс да но они в любом случае все связаны и я почувствовал себя ребенком я почувствовал такую любовь к тебе к состоянию я помню даже я тебя назвал что ты как папа и мама то есть я это искренне почувствовал внутри себя что ты не просто павел баранов то нечто больше никто больше и вот после этого мое отношение стало меняться к тебе к практике практика стала расти потом произошло вот это разделение дальше вот это разделение не было такого что какие-то яркие процессы там происходили процесс до сих пор идет и даже сейчас повседневности да уже третий день после детали я бывает даже на машине например еду и а вот у меня был случай то вчера я стоял около магазина и впереди мне машина стояла я что покупал мне на бал на работу это обед был и я только сел в машину и вот эта машина начинает двигаться назад просто я такой думаю лучше становится на но он не останавливался мне просто даже не увидел и он въезжает него бампером вперед на машину я в конце уже сигналю ему уже как бы поздно такой легкий хруст бампера я такой вот это вот чувствует эту злость какую-то вот это вот как ты мог сука и я вот в этот момент вот это вот злость я прям чувствую правую часть своего тела то есть я на физическом уровне ощущаю как вот эта часть такая ух сейчас я тут же просто внимание переключаю сюда все все пропадает я просто спокойно выхожу уходит парень куэта ой говорит извини я там тебя не видел туда сюда я так смотрю у меня на машине вообще ничего нет ну она еще грязная была конечно там ну вот я так поставил бампер на месте все на месте да ладно-ка везжай все спасибо тебе там извини еще раз извини он сел уехал я спокойно абсолютно поехал на работу то есть раньше я бы скорее всего переживал еще там дня два как минимум хотя ничего не произошло смысле машина целая вот сейчас я вот учусь пользоваться этим инструментом своим и на уровне тела у меня это очень классно работает прям вот так вот щелчок просто как тумблер тык тык на работе тоже такие моменты были какие-то где я вовлекался чтобы там какие-то споры внутри просто себя раз переключаюсь в левую часть тела и как бы все нормально жизнь меняется были еще несколько моментов я помню как на ретрите ты мне про вот это состояние мы до сказал что надо дать ему быть тоже да не бороться с ним то есть поначалу я пытался я такой ага это плохо это хорошо как бы логика очевидно плохое надо убрать хорошие сюда ты не сказал что надо наблюдать да надо дать быть вот этому всему да что происходит я вот эти моменты тоже замечаю и иногда где проявляется вот это вот субличность там со страхами какими-то там подозрениями там еще чем-то я иногда даю и быть этому и нельзя как это объяснить наблюдая наблюдая вот эти все переживания не ощущение что я становлюсь просто нечто больше чем и по и правая и левая часть что это только некие части ниже уровнем по иерархии некой иерархии вот это иногда так прикольно удается заметить ну во-первых вот на второй день когда еще продолжался наш мини алка 3 прям днем после медитации я у меня было классное состояние такое и медитация закончилась формально ты начал спрашивать у людей что-то других участников а я просто сел но мне захотелось вот сесть просто положить руки и у него такое примущение не захотелось повернуться я сидел вблизи тебя и мне захотелось повернуться к залу и вот я это повернулся и просто начал как будто чувствовать людей но опять же я к этому стараюсь относиться проще да не вовлекаться в эти вещи ну все таки это был интересный опыт что мне показалось что я начал чувствовать многих кто находился в зале и это было интересно то есть я просто направлял внимание на человека и часть внимание направлял в ладони в открытых свои и сразу мне прилетали либо какие-то образы либо какие-то ощущения людей вот это был один из моментов интересных 2 дальше было интереснее да ну про разделение рассказал да это тоже было в медитации это было очень круто очень ярко были моменты глубокого состояния не могу сказать что это было продолжительно скорее всего не были такие короткие относительно но все-таки они были и был один момент до как раз на 6 полном день был момент интересный когда ты раздавал состояние была прямая передача и где-то под конец у него хорошее состояние но я иногда у меня вырубала то есть я как бы ловил состояние 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 накрывала потом через какое-то время я как будто уходил в некий такой транс полусон потом опять я приходил себя опять ловил состояние и вот она вот так все было по кругу по кругу по кругу и в конце я просто выхожу как будто из очередного вот этого полутранса и у меня все темно ну то есть глаза закрыты темнота полнейшая вот просто вообще бездна ну и просто вот такой образ как это не буквы и не слова даже не могу объяснить да как это просто вот так вот я бог я как я тогда просто у меня даже слов не было то есть это не от меня исходило я прям четко понимаешь это не мои мысли это не мои какие-то придумки да это не я придумал это просто вот как некое послание и я туда просто как прозрение такое было ну это вот одно из мощнейших было но еще один был опыт интересный когда когда ты ходил по залу когда была перед прямая передача да я ловил состояние когда сидел и смотрел на тебя но когда ты ходил не почему-то не получалось вот я поймал себя на ожидании то есть в очередной раз как зашел я такой понимаю что у него так вот тело даже такое типа ну сейчас 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 будет и ничего нет я такой да как же так и все я понял что я жду то есть когда ты начинаешь ходить я начинаю ждать вот какого-то усиления чего-то такого мощного яркого и вот это ожидание она мне конечно подкашивает и поэтому собственно у меня и не было таких каких-то усилений до ярких моментов когда ты находил когда прикасался например в какой-то момент мы сидели медитировали также прибыла прямая передача и мне просто дико захотелось прикоснуться к тебе а я сидел метрах двух и уже у меня такое состояние было хорошая уже тело просто закаменело все я понимаю что мне тяжело не физически тяжело еще шевелиться такой не не буду сижу проходит пару минут и мне просто вот как как бегущая строка такая надо прикоснуться типа надо вот я пыли ну ладно и и вот я вот так медленно медленно и получается что я как будто пополз к тебе и распластавшись на земле дотронулся до тебя какое-то время так лежал лежал и такой опять черт я ничего не чувствую так как же так и все потом я выдохнул ну как бы лег уже буду лежать так и вот когда я все отпустил я начал чувствовать как у меня я двумя руками по моему докоснулся до ноги и я прям стал чувствовать то есть я пустил все у него вообще ничего не ожидали не я просто лежал просто вот и все у меня по рукам как будто легкий ток такой то есть вот от рук по всему телу до конца ног одна волна 2 3 как будто легкий легкое напряжение такой ну смысле ток пробегал это было классно а в конце такой мощный поток набегает и в этот момент в окно светит ярко еще солнце у совпадение такое просто вот это было тоже такое как озарение такое мощно атмосфера шикарная да были интересные ситуации конфликтные и не только ну в целом атмосфера шикарная в плане того что я то уже знаю примерно как работает ретрит что там происходит я знаю что происходит что происходит очень мощные процессы то есть в сжатом помещении много людей практикующих и происходят очень насыщенные такие процессы насыщенные события ну вот в частности здесь они тоже происходили пока по моим ощущениям это самый насыщенный в этом плане ретрит то есть чего здесь только не было до было интересно и был был этот конфликтный один момент опять же он был под алкоголем и поэтому мое поведение там тоже как бы показала для меня прежде всего но я не буду рассказывать про других участников это они сами расскажут про себя когда начинался конфликтный момент я был спокоен до какого-то момента и я прям наблюдал что происходит внутри себя и вообще снаружи но потом когда все уже так активизировалась я прям сильный страх почувствовал страх конфликта в принципе и страх за валеру прямо у меня был мощный страх то есть я начал уже спасать я побежал спасать и валеру и и всех и вообще ну то есть я понимаю что это поведение обычного человека то есть в обычной ситуации это нормально в данном случае это конечно я повел себя ну то есть я вовлекся опять же вот в это спасательство свое в том числе как раз я его и заметил там правда не сразу да интересно но мы гуляли мы ходили на кладбище мы днем спускались с обрыва фактически без лестницы к морю прыгали по льдинам чего только не было все было интересно все было очень круто живые люди у всех какие-то свои процессы происходят очень классную компанию ну и конечно же павел баранов который не дает скучать не дает расслабляться в какой-то степени и очень крутые лекции прям вообще мощный после моих вот этих эмоциональных выходов там я помню сидел и слушал лекцию и просто я понимаю что вот эта лекция заходит ко мне не просто как слова как кто-то рассказывает что-то она как будто впитывается в меня как не знаю пар в бане впитывается в кожу человека то есть в это просто было очень мощно очень я помню ну когда сразу после 3 ты меня спросил я так на автомате сказал озарение ну я думаю надо оставить это озарение потому что если буду думать час что-то там же будет не то озарение подходит потому что она мне там произошло ну еще один момент до который важный для меня произошел я понял что мне не хватает практике то есть и я понял что я практике отношусь больше как хобби к никому ну то есть вот до ретрита я как-то относился к этому так потому что привычная жизнь все равно вовлекает слишком и я живу больше привычной жизнью привычным состоянием и очень редко я в жизни вспоминаю про практику про наблюдение про состояние то есть после например ретрита это какое-то время происходит а потом постепенно все начинает затираться сознание начинает преобладать и уже привычные вещи становятся привычными и как бы хоть я каждый день медитирую плюс веду занятия но все равно этого маловато это привычные такие вещи которые прям как по плану уже идут надо что-то менять надо больше практики надо больше практики в жизни на больше замечать свое состояние в жизни ну вот это я прям очень очень мощно прочувствовал спасибо не за что спасибо тебе